Правительство Башкортостана внесет в региональный парламент законопроект, который позволит полностью контролировать происхождение и перемещение добытых в регионе полезных ископаемых. О планируемых изменениях в закон об использовании недр рассказал руководитель Минэкологии Республики. Он отметил, что предусмотрено заключение соглашений между недропользователями и муниципалитетами, на территории которых идет добыча. Кроме того, данные по добыче, продаже и транспортировке ископаемых планируют вносить в единую республиканскую автоматизированную информационную систему. Включение указанного условия установит обязанность пользователей недр учитывать в системе количество добытого договора на реализацию ископаемых и документы на их перевозку. Отсутствие соответствующих сопроводительных документов у водителя при перевозке ископаемых, выявленной в том числе на постах весового контроля или сотрудниками МВД при проведении контрольных мероприятий на дорогах, будет являться основанием для задержки транспортных средств, а также принятия мер административного реагирования. Также Минприрода рекомендует муниципалитетам получать лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых. Это позволит обеспечить поступление налогов в бюджет и создать новые рабочие места, отметил исполняющий обязанности министра. Сегодня на местах предпочитают добывать песок, гравий и щебень для собственных лужб без лицензии. Напомню, борьбу с незаконной добычей ископаемых в республике активно ведут с ноября прошлого года. Самая сложная ситуация на тот момент была в Баймакском районе. Мы добиваемся цивилизованной разработки природных ресурсов. Цивилизованные. Я был на месте в Темясово, как фильмы показывают, золотые лихорадки на севере, бандиты какие-то. Вот этого быть не должно. Это цивилизованное. И правильно вы хотите объединить в единый кластер, если есть, пожалуйста, разрабатывайте, зарабатывайте. Я не против того, чтобы зарабатывали. Только надо четко понимать, что получает муниципалитет и какие условия работы для людей. По данным Минприроды республики, с ноября прошлого года выявлено 59 фактов незаконной добычи полезных ископаемых. Наложено почти 4 миллиона рублей штрафов. К административной ответственности привлекли 57 виновных. По еще шести фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.